Здравствуйте, с вами Алена Талаш, управляющая партнер компании Роско Консалтинг и Аудит. А вы слышали о том, что Озон планирует регистрацию своих фирменных цветов как отдельный товарный знак. Даже несмотря на неудачные попытки регистрации цветового товарного знака интернет-магазина Вальберес, компания Озон будет доказывать различительную способность комбинации цветов, которые перечислены в заявке в Роспатент. По цветовым товарным знакам узнаваемы такие российские компании, как Газпром, Сбербанк, МТС, Мегафон. Что такое цветовой товарный знак, как его используют и какие интересные прецеденты есть по этому вопросу в судебной практике. Расскажем обо всем в этом видео. Согласно Гражданскому кодексу России, товарный знак – это обозначение, которое служит для персонализации работ, услуг или товарной продукции, предоставляемых компаниями или предпринимателями. Нормы правовой основы для регулирования товарных знаков обозначены в законах нашей страны, в международном праве и в договорах, ратифицированных Россией. Основания для утверждения цветового товарного знака – это часть 4 Гражданского кодекса, в статье 1482 и правил составления подачи заявки на регистрацию товарного знака, утвержденные Роспатентом. Цветовой товарный знак может быть как однотонным, так и сочетать в себе несколько оттенков. Например, Тиффани Энтко в 1998 году зарегистрировала бирюзовый цвет, как товарный знак для нескольких видов своих товаров – парфюмерии, украшений, кожаных аксуаров. Какой цвет нельзя зарегистрировать как товарный знак? При регистрации цветового товарного знака, кроме необходимого комплекта документов, нужно будет предоставить неоспоримые доказательства, что именно этот цвет ассоциируется с продукцией компании. Подробнее о том, какие цвета нельзя регистрировать как товарный знак, расскажет юрист-компания «Роско» Дарья Потапкина. Не представляется возможным зарегистрировать как товарный знак следующие цветовые оттенки. Цвет предупредительного сигнала, естественный цвет материала, из которого изготовлен продукт, цвет функционального назначения, к примеру, оранжевый цвет для одежды ассоциируется со спецодеждой и дорожных рабочих, традиционный цвет окраски категории товаров, например, белый цвет, ассоциируется с сантехникой. Регистрация товарного знака в Уполномоченном органе может длиться дольше полутора лет. При выявлении оснований для отказа процесс приходится начинать заново, потеряв время и уплаченные патентные пошлины. Специалисты «Роско» могут оказать всестороннюю помощь и поддержку в процессе регистрации вашего товарного знака. Для получения помощи наших специалистов позвоните по номеру, указанному на сайте, или оставьте онлайн-заявку через форму обратной связи, ловите промокод YouTubeRosco, по которому вы получите скидку на наши услуги 15%. Все контакты вы найдете в описании к этому видео. Какие условия регистрации цветового товарного знака? В любой стране сложно доказать различную способность товарного знака как цвета. Если покупатель не узнает по цвету продукт и компанию, то такой бренд зарегистрировать не получится. Еще одна особенность при регистрации цветового бренда. В одной стране определенный цвет будет ассоциироваться с одной компанией или товарами, а в другой стране продукт не будет обладать различительной способностью. Или вообще будет ассоциироваться с товарами другой компании. Один из таких примеров – это продукция Vanish. Чтобы розовый цвет этого бренда стал узнаваемым, была проведена активная рекламная кампания. Только после того, как цветовой товарный знак стал узнаваемым, его зарегистрировали в Роспатенте. Производитель посредством рекламы приучил потребителей, что именно в упокупке розового цвета можно купить товары компании Vanish. Еще один интересный случай в мировой практике – судебная тяжба двух французских модных домов – Кристиан Лабутена и Эвсен Лоран. В 70-х годах прошлого века Кристиан Лабутен создал бренд – туфли с подошвой красного цвета. Модный дом Ивсен Лоран скопировал красные подошвы и в 2011 году Лабутен подал на них в суд. Тяжба длилась на протяжении одного года. С попеременным успехом суд вставал то на сторону Лабутена, то на сторону Эвсен Лорана. Результатом этого спора стало решение о том, что другие производители смогут использовать красную подошву, если цвет туфель красный. А вы слышали об этом? Если нет, тогда подписывайтесь на наш канал прямо сейчас, чтобы знать о таких интересных кейсах. Поставьте колокольчик, и тогда вы точно не пропустите важные события из мира судебной практики. Кстати, товарный знак в виде красной подошвы признан не во всех странах. Например, в Японии и Индии бренд не прошел регистрацию, а в США и Великобритании он наделен правовой охраной. В России первую заявку Лабутена на регистрацию товарного знака в виде красных подошв Роспатент изначально отклонил, посчитав, что цвет обуви не объект исключительного права. Возражение владелец международного бренда привел новый довод, что исключительное право распространяется только на подошву, а не на всю обувь. Роспатент принял во внимание этот факт, и цветовой товарный знак был зарегистрирован. Кто основные монополисты цветовых товарных знаков в России? Относительно недавно российские компании начали использовать цвет как товарный знак. Роспатентом в 2016 году зарегистрированы цветовые товарные знаки Сбербанка, МТС и Газпрома. Так, компания МТС зарегистрировала как товарный знак красный цвет. Но, с другой стороны, у других компаний тоже есть красный фирменный цвет, например, у Альфа-банка. Разве он не нарушает авторские права? Важно отметить, что товарные знаки регистрируются только в отношении определенного круга товаров и услуг. Поэтому Альфа-банк по-прежнему может использовать в своем дизайне красный цвет. А вот операторы связи – разве что незначительные красные элементы оформления. Узнать подробнее об этих правилах вы можете в этом видео. Переходите по ссылке и смотрите. Другой пример – это Сбербанк. Своим цветовым товарным знаком банк выбрал оттенок зеленого. Для регистрации товарного знака как цвета финансовая организация предоставила следующее доказательство. Другие зарегистрированные этим банком цветовые товарные знаки. Использование оттенков зеленого в фирменной одежде персоналом. Оформленный в зеленых тонах официальный сайт. Дизайнерское оформление с использованием зеленого тона офисов и банкоматов. Рекламные компании, в которых зеленый цвет превалируют. Зрительные ассоциации и узнаваемость бренда клиентами Сбербанка. Сбербанку удалось убедить экспертизу, несмотря на то, что зеленый цвет использовался и другими банковскими организациями. Например, в 2017 году к ассоцию подала микрокредитная компания «Сберкнижка» о признании незаконным решением управления ФАС о запрещении использования в своем оформлении цветов Сбербанка. Офисы кредитной организации были оформлены в стиле, похожем на дизайн Сбера. Суд по интеллектуальным правам признал, что использование Сберкнижкой, зарегистрированной другой компанией цветового торгового знака, повлечет необоснованное получение преимуществ предпринимательской деятельности. Обратите внимание, цветовой товарный знак отдельно не применяется. Это составляющая фирменного стиля. Недобросовестные конкуренты могут использовать его для того, чтобы вызвать у покупателя ложные ассоциации о принадлежности бизнеса другой компании. Поэтому по всему миру, как крупными компаниями, так и индивидуальными предпринимателями, цветовые товарные знаки регистрируются. Ведь это дает право на юридическую защиту бренда. Больше интересных материалов о товарных знаках вы можете найти в нашем плейлисте. Переходите по ссылке и смотрите. И спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами была Алена Талаш. Если у вас остались вопросы, прямо сейчас пишите их в комментариях. Юристы нашей компании бесплатно ответят на них. Ну и конечно, подписывайтесь на наш канал. Будь в курсе. Будь с Роско. Субтитры сделал DimaTorzok